Уважаемая Елена Григорьевна, Игорь Викторович, уважаемые коллеги, позвольте также поблагодарить вас за приглашение принять участие в работе форума и доложить о некоторых наших наблюдениях, касающихся лечения больных местно распространенным раком шеи и кематки. В качестве эпиграфа к этому докладу я выбрал выражение Чарльза Камерона, который в 1964 году говорил, что если женщина умирает от рака шеи и кематки, то кто-то еще, кроме рака, повинен в ее смерти. В 1964 году уже существовала система, была внедрена и работала система статологического скрининга рака шеи и кематки, снижалось число больных инвазивными формами рака шеи и кематки, которые выявлялись при профосмотрах и существовали надежные методы комбинированного и комплексного лечения. Мне кажется, что вот в этой аудитории очень многие помнят, как еще лет 20-30 назад многие доклады, касающиеся проблем онкогинекологии, начинались со слов о том, что в СССР и в других экономически развитых странах Европы и Северной Америки отмечается постепенный рост заболеваемости гормонозависимой опухолями и в то же время снижается заболеваемость вирусозависимой новообразованиями, к которым относятся рак шеи и кематки. И в 1986 году на 4-м съезде онкологов, это был последний съезд онкологов СССР, потом СССР распался, профессор Миробешвири демонстрировал вот такой график, который показывал заболеваемость рака шеи и кематки за последние годы. А пунктируем здесь отмечен прогноз. И еще тогда считалось, что в 2000 году рак шеи и кематки в СССР должен был быть побежден. Именно благодаря тому, что существовал селективный скрининг. Трудно сказать, к каким странам сейчас относится Россия, но заболеваемость у нас выросла на 25%. ПИКС заболеваемости раком шеи и кематки сместился в сторону женщин более молодого возраста. Выявляется опухоль во вторых и третьих стадиях, примерно в половине процентов всех наблюдений. Если говорить о лечении рака шеи и кематки, то связано оно с публикациями Вергейма, который в конце XIX века описал подробно технику и показания к выполнению этой операции. И тогда все больные раком шеи и кематки оперировались. Через буквально 2-3 года после открытия Пьера и Мария Кюри Клавис применил впервые ради для лечения рака шеи и кематки. И практически за 2-3 года большинство больных уже в 1917 году подвергались только лучевой терапии, а хирургии начали забывать. И только спустя много лет появились обоснования к индивидуальному планированию лечения и начали разобраться программой комбинированного лечения. О первой стадии лечения рака шеи и кематки первой стадии уже много сегодня говорилось. И тут можно вспомнить слова профессора Бохмана, который писал, что при первой стадии важнее не то, какой из методов лечения выбран, а как он осуществляется с точки зрения врачебного искусства. Потому что и при грамотно проведенной лучевой терапии, и при выполненной радикальной операции Вергеймова при первой стадии удается достичь практически 100% отдаленных результатов лечения. Что же касается местно распространенных опухолей, то стандартом лечения, начиная со второй бы стадии, является химия-лучевая терапия. Это звучит рекомендация ХАСМА, ЭСГА, НССН, РУССКО. При этом неоднократно указывается на то, что комбинация хирургического лечения с лучевой терапией крайне нежелательна из-за большого числа возможных осложнений. Ну и химия-лучевая терапия на 6% повышает выживаемость больных, пятилетнюю выживаемость больных по сравнению с отчетной лучевой терапией. Если посмотреть на сводные данные ФИГО, то действительно, начиная со второй стадии, большая часть пациентов подвергается химия-лучевому лечению. А что происходит в России? Химия-лучевое лечение получает меньше 9% больных. При этом у нас отсутствуют сводные данные о выживаемости больных в зависимости от видов лечения. Тут приходится ориентироваться на публикации из отдельных клиник. Но для всех стадий она колеблется между 17 и 43%, что такие цифры удовлетворительными признать нельзя. При этом существует масса работ, в которых сравниваются результаты лучевого лечения и хирургического лечения, и показывают, что хирургическое лечение оказывается более эффективным. Существуют всем известные классификации Пивера и Кверли. И при этом, если посмотреть на последние графы этих классификаций, то явно они разработаны не для первых стадий заболевания. Много работ посвящено на аудио-дивантной химиотерапии в сочетании с хирургическим лечением. Но тем не менее, стандартом пока остается химия-лучевая терапия. Если посмотреть на частоту рецидивов, то где-то у 30% больных эти рецидивы развиваются, и у половины они локализуются в зоне первичной опухоли. Это данные фигу, это наше наблюдение. Извините. Все это говорит о том, что воздействия на первичную опухоль было недостаточно. Сейчас, если на минутку отвлечься от проблемы рака шейки матки, и вспомнить вообще вопросы о циторедуктивных операциях, которые впервые применил в 1934 году еще МИИКС при раке желудка, а затем они стали применяться при раке яичников. Все вы прекрасно знаете эту таблицу. ДБИК, который показал роль циторедукции на пятилетние результаты лечения при раке яичников. При этом в этой ситуации обсуждаются колоссальные мультивисцеральные резекции, перетоноктомии, дополненные перфузиями. И почему же тогда при раке шейки матки, когда опухоль остается практически до смерти больных, локализованной в малом тазу, вопрос о хирургическом лечении как-то уходит на второй план. Очень важный момент в планировании лечения и в прогнозе больных раком шейки матки имеет состояние лимфатических, региональных лимфатических узлов. Так, при первой стадии частота метастазов достигает 17%, при второй повышается до 34%, при Т3 уже у 60% наблюдаются метастазы в подвздошных лимфатических узлах, и у каждой третьей больной уже имеется поражение параортальных узлов. Ну а выживаемость, естественно, оказывается значительно хуже у больных с метастазами. При этом существует целый ряд работ, которые показывают, что удаление метастатически пораженных лимфатических узлов улучшает отдаленные результаты лечения. В то же время ряд авторов считает, что удаление этих метастазов не влияет на выживаемость. И на сегодняшний день хирургия рака шейки матки, касающаяся региональных лимфатических узлов, судя по последним публикациям, начинает сводиться к определению сигнальных лимфатических узлов к операциям стадирования. Ну, операции стадирования, естественно, они необходимы, и никаких сомнений в этом нет. И с Игорем Викторовичем лет 8 или 9 назад мы эту работу проводили. И нужны они для того, что чувствительность специфичных современных методов диагностики от МРТ к КТ оказываются достаточно низкими. Здесь представлены некоторые находки, которые мы обнаружили при операции хирургического стадирования. Это и прорастание мочевого пузыря, крестово-наточных связок, увеличенные параортальные лимфатические узлы, которые не определялись при компьютерной томографии, и в то же время микрометастазы в визуально неизмененных лимфатических узлах. Чувствительность и специфичность МРТ и УСИ, по нашим данным, также оказалась очень невысокая, особенно что касается состояния мочевого пузыря, прямой кишки, инфильтрации параметриев. И тут, видимо, на первом все-таки по-прежнему одним из основных методов определения степени распространенности процесса остается все-таки рактовагинальное обследование. Но в результате вот этих операций у 57 больных почти у половины, у 42% произошло рестадирование. Причем стадии менялись как и в сторону повышения стадии, так и в сторону понижения, что позволило в ряде случаев расширить поля облучения с захватом параортальных областей, а в других случаях, где стадия оказалась ниже, чем трактовалась при обследовании, наоборот, отказаться от необоснованно тяжелых лечебных воздействий. Ну и все же, чтобы понять, нужно ли оперировать больных местно распространенным раком шейки матки, мы пытались проанализировать результаты лечения 343 пациентов. В основном это были 2-я и 3-я стадии. Женщины преобладали женщины в премии на паузе. По гистологическому типу у 60% больных был плоскоклеточный нераговевающий рак. И на первом этапе мы оценили эффективность химиолочевой терапии в сочетании со сплотином и капицитабином. При этом полный регресс был достигнут у 84%, не полный, простите, ради бога, регресс опухоли был отмечен у 84% больных, подвергавшихся химиолочевой терапии, только у 59,6% больных, которым проводилось стандартное лучевое лечение. Оценивался также морфологический патоморфоз по площади, по методической активности и площади паренхемы. И в результате лечения этих пациентов у нас сформировалось несколько групп больных, которые получали комбинированное лечение с сочетанием химиолочевой терапии с сатередуктивной операцией, просто химиолочевую, сочетанную лучевую терапию. Но прежде всего нужно сказать о том, ой, извините, что химиолочевая терапия действительно позволила повысить отдаленные результаты, диспределенные трехлетние результаты лечения у больных по сравнению с сочетанной лучевой терапией. Если же говорить о комбинированном лечении с сочетанием химиолочевой терапии с операцией, то практически при всех стадиях мы получили достоверно лучшие отдаленные результаты. Не касается это только операции с неоптимальной цитаредукцией. Это было 7 больных, у которых мы до операции недооценили степень распространения, не смогли выполнить оптимальную операцию. Вот эти операции никакой пользы больным не принесли. Но здесь на графиках более наглядно видно преимущество комбинированного лечения, которые начинают наблюдаться уже со второй и третьей стадии заболевания. И особенно рельефно они выступают у больных третьей Б-стадии с метастазами подвздошных лимфатических узлах. У этих пациентов сочетание химио-лучевой терапии с радикальной операцией позволяет почти на 20% повысить трехлетнюю выживаемость. В пользу выбора комбинированного метода лечения может говорить еще и качество жизни больных. Оно оказалось выше у пациентов, подвергавшихся комбинированному лечению, по-видимому, в связи с отсутствием таких тяжелых осложнений внутриполосной терапии и окклюзии влагалища, циститов, фректитов и так далее. Часть больных, которые лечатся с учетом лучевой терапии, все-таки выздоравливают. И у этих больных из-за того, что у них применяется внутриполосная лучевая терапия, возрастает риск первичномножественных радиоиндуцированных опухолей, которые к 30-му году наблюдения оказываются в 100-150 раз выше, чем в популяции. Этот факт, на мой взгляд, тоже должен служить еще одним аргументом в пользу выбора комбинированных методов лечения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова